МОЯ СТОЛИЦА И знаешь, что самое интересное? Вот очень много каких-то отрицательных, плохих, негативных новостей. А есть и хорошие. Например, в Бурятии, в нашем городе, открывается новая газета. А также вы увидите скоро много новых телепередач. На нашем любимом телеканале ТВКОМ. Ну что же, начинаем? Евгений Кац, программный директор телекомпании ТВКОМ. Родился в городе Якутск, выпускник Якутского государственного университета. Профессиональная деятельность в СМИ стартовала в 1998 году. С 2001 года в Улан-Удэн. С 2007 года опыт работы на ведущих радиостанциях столицы. Хобби – собаки. Доберманист – ортодокс. Авиационный споттер. Наблюдение за самолетами, фотографирование – тоже одно из увлечений. По долгу службы или в отпуск часто ездит по городам и весям, но всегда с удовольствием возвращается. Любит Улан-Удэ за приятную размеренность и плавное течение жизни. Дороги в Бичурский район и Иркутск дают особые впечатления и эмоции. Не терпит чванства. На первом месте всегда была и будет семья – жена и дочь. Отношение к работе должно нравиться. В этом смысл. Итак, дорогие друзья, в преддверии Нового года к нам в студию программы «Моя столица» пришел Евгений Кац, программный директор телекомпании «Тевиком». Здравствуй, Евгений. Здравствуйте. 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 Хотелось бы узнать у вас поподробнее, какова вообще функция вашей работы. Функция? Да. Но если вы забьете в Гугле программный директор телеканала или радиостанции, там такая портянка всего того, что он делает, и того, что он не может не делать. Моя Евгения, это долгая история, забивать в Гугл нам, Лени. Вот охота услышать из первых уст, так сказать. На данном этапе я занимаюсь разработкой развлекательных программ, которые в будущем должны появиться на телеканале. Ну, одна из этих программ уже появилась, к вашим услугам, программа «Моя столица». Ну, а вообще, конечно же, все слышали то, что у нас на «Тевикоме» произошли кадровые перестановки и так далее. И вот мы как бы определили тему программы, она называется у нас… «Тевиком. Будущее. Прекрасно». Вот, как-то вот по теме, пожалуйста, по-русски. Я воспитан на фразе «Тевиком» в каждый дом. О, даже так. Но все равно, мы говорим о будущем, чего нам ждать? Да, он и так в каждом доме, но вот… Чего ждать? Ждать позитива. Глобальных каких-то перемен быть не должно, потому что телеканал имеет и заполняет свою нишу. Он интересен столичным жителям нашего прекрасного города. Я думаю, что он будет еще интересен, если добавятся какие-то программы, передачи. Вот. А так все прекрасно. Ну, понятно. В общем, Евгений не хочет колоться, значит, раскрывать тайны. То есть, видимо, это будут приятные сюрпризы такие. Череда приятных сюрпризов в будущем году. Ну, я думаю, значит, есть что скрывать. Ну, и это уже хорошо. Приятного. Это сюрприз не… То есть, я не говорю не потому, что не хочу, или это сюрприз для горожан. Наверное, это прежде всего военная тайна. Военная тайна. Чтобы кто-то не пронюхал и не сделал еще один рембрейнг своей передачи, и она чтобы стала совсем уж прекрасной. Ну, хорошо. Давайте назовем это военный сюрприз. Мне вот это нравится. Да, сюрприз будет эдакий. Так, Евгений, давай вот все-таки немного о тебе. Ты провел у нас, как бы, немало времени на радио. Да. И вот скажи, вот чем отличается работа на радио от телевидения? Да, глобальные различия вообще на самом деле. Ну, во-первых, на радио тебя не видно. Ну, понятно, что не важно, как ты танцуешь. Да, когда, знаешь… Или все-таки важно. Однажды покупал автомобиль, и продавец мне сказал на рынке. Ну, как обычно, я покупаю, как и все на рынке. И продавец мне сказал, что вы где работаете? Я говорю, на радио. Да-то мне твое лицо знакомо. Сказал мне на это продавец, вот. А сейчас уже… Сейчас у тебя уже по голосу начали узнавать, да, после работы на телевидении? Нет, я на самом деле говорю на радио совсем по-другому. Вот, Катя, сейчас изобрази, пожалуйста, нам всем, вот как ты говоришь на радио. Представь, что ты вот в диджейской группе. Ну, говори. Ну, хорошо. Вообще, я работал на Европе Плюс изначально, а если смотреть еще в далекие, там, 90-е годы, когда я первый раз пришел на радиостанцию, радиостанция Рим, город Якутск, вот. И я там говорил, наверное, обычным голосом, а когда я пришел на Европе Плюс, там уже по формату нельзя было говорить вот таким вот обычным гнусалым каким-то голосом. И там мне приходилось говорить, хей-хей, привет всем, это Европа Плюс, слушаем замечательную музыку и все в этом духе. Слушай, я вот где-то это слышал. Где-то слышал, да. Но мне всего этого, знаешь, понравилось, радио Рим в городе Якутске. Да. Реклама, информация, музыка. Да, вот если бы было радио Якутск в городе Риме, это было бы… Это было бы замечательно. Это было бы лучшее радио Рима, я думаю. Слушай, вот такой вопрос, он мне вообще не дает покоя. Как ты думаешь, вот города побратимы, вообще резко поменяем тему, вот города побратимы, что это обозначает? Ну, слушай, для меня единственное, что это обозначает, чего я могу ждать от городов побратимых, или когда вот случается, что мы вдруг с кем-то стали побратимыми, это, конечно, культурный обмен. Что сюда приедет какая-нибудь делегация, какой-нибудь ансамбль, или какая-нибудь выставка, ну, это вот такие вот банальные вещи. Ничего такого фееричного я, конечно, не жду, хотя, на мой взгляд, можно было бы расширить права городов побратимых, например, вот с известным городом Манчжури, отменить визы. Просто взял паспорт заграничный, поехал, и тебя пропустили из Лон-Удэя, если ты, конечно… Как сделали это с Монголией? Иркутские остались на границе, а нас с нас… Ну, то есть прописка есть, да, пожалуйста, в город Манчжури. Ну, вообще, если что, то город Чита является побратимым, там ты можешь с любой пропиской в любой момент культурно отдохнуть и так далее. Но я, в общем-то, это говорю все не просто так. Дело в том, что сегодня, в преддверии Нового года, нас будут поздравлять мэры городов побратимов. Да, то есть фактически… Всех городов? Ну, не всех. 20 городов? Их много, да. Некоторых. Некоторых из них, и это же фактически родные люди. Давайте посмотрим. Первым у нас на очереди будет город Йенгволь. Ты не поверишь, это Южная Корея. Та, которая южнее, севернее. Уважаемые жители города Улан-Удэ, я занимаю пост мэра города Йенгволя, меня зовут Пак Сён Кью. От всей души поздравляю вас с новым 2015 годом и желаю, чтобы все задуманные планы осуществились. Я считаю, что у города Улан-Удэ имеется огромный потенциал в экономической сфере, культуре, истории и природных ресурсах. Желаю, чтобы все мечты города и его жителей осуществились под руководством мэра города Александра Михайловича Галкова. С Новым годом! С новым счастьем! Улан-Удэ! Ура! Улан-Удэ, файты! Или съездил, посмотрел, потому что мы же с Кореей, по-моему, очень близко, тесно сотрудничаем. Я знаю, что многие туристы ездят у нас не только в Таиланд, но и в Корею. Ну, вообще, конечно, приятно, что вот есть у нас такой город Янволь, так что если вдруг занесет туда каким-нибудь ветром, можно сказать, ребята, побратите. В таких дружеских отношениях с нашим городом это очень радует. Евгений, вот скажи, пожалуйста, ты же вел программу «Вкусно». Да. Вот расскажи, ты вот как-то реально научился готовить? А я готовил до этого. Меня только поэтому и позвали, наверное. А, то есть это было главное? Я, в принципе, готов. То есть там яичницы, гренки там, да? Ну, нет. Доширак? А что из «посерьезней»? Ну, на первой программе я готовил чухахбили, например. Вот, а потом некий ведущий, Ерван Калачян, сказал, что лучше сделать тут вот немножечко вот так. Ты сделал хорошо, но вот каково. Ну, все-таки есть нюансы. Да, плитку можно было и включить, конечно, сказал именитый повар. Ну, хорошо, а теперь тогда расскажи, что вот ты необычного приготовишь на новогодний стол? Необычного? Ладно, необычного. Это вообще мое кредо, ничего необычного. Я не люблю необычного, я не люблю новинки, я не люблю, не ем ничего вот этого восточного. В смысле, даже я бы сказал, наверное, вот оттуда все эти суши, муши, вот эти вот креветки. Я это все не понимаю. Все наше, домашнее. Мясо должны есть люди или рыбу. Но если рыбу, то кусок форели какой-нибудь, да, или семги там. Ну, сейчас кризис, можно горбушку приготовить, тоже красная. Вот, а если есть мясо, то мясо, бузы, бузы. А вот это вот все... Ну, привередливо, вообще. Да, супчики какие-то, в общем. Да, хотелось бы напомнить, что спонсором нашей программы является суши-бар васаби. Так, ну, вообще, на самом деле, здравый совет, то есть, вот именно на Новый год экспериментировать, я думаю, не стоит, потому что... Да, я просто, был такой случай, когда я на один Новый год, это было... Поэкспериментировал? Да, я купил утку и хотел приготовить утку. По пятенству ты имеешь в виду? Да, и получилось, что так, что я так готовил эту утку, что за два часа до Нового года я поехал и купил рыбу, а утка пошла... Не удалась утка. Поэтому не надо рисковать, и вам не советую, готовьте проверенные блюда. Мне только что, как будто серия с Дональд Дако какая-то, эпизод жизни жизни. Ну, вот такой вот совет на Новый год. Друзья, лучше не экспериментировать, а что быть такое, там... Проверенная картошечка. Поза оливье, там, да, и что там. Стандартные салаты, в которых потом будет, видимо, здорово и мягко спать. Да, если брать ближе к Новому году, вот как раз-таки о самом празднике. Вы помните, кем же вас наряжали с ваш первый Новый год, может быть, чуть постарше? Ну, в смысле, не Деда Мороза, а в детстве в садике и так далее. Нет, ну, совсем в детстве там был, конечно, зайчик. Потом, тогда модно было, вышла картина Д'Артаньян, ой, не Д'Артаньян. Три мушкетера. Нет-нет-нет, Гардемарины вперед. А-а-а. Вот, был и Гардемарином, поэтому... Так, интересно. Ничего себе. Нет, как костюм мушкетера выглядит, я примерно понимаю. Там же сам такие девушки. А как выглядит костюм Гардемарины? Вся фишка в шляпе. Там шляпа с такой фигней. Типа как... Это не кокарда, я не знаю, как это называется. Ну, кот в сапогах-то. Да, типа того. Ну, нет, у котов в сапогах-то Д'Артаньян. Плащ, сабля. На самом деле, у родителей фантазия безгранична. И наряжать своих детей можно во что угодно, в кого угодно. В тех же самых мультяшных героях. Красную шапочку какую-нибудь необычную. Вот давайте сейчас посмотрим на красную шапочку. Мне кажется, такой костюм подойдет Лейле. Как тебе костюм? Замечательный костюм. Мне кажется, Лейла будет просто супер. Может быть, в следующем выпуске. Я об этом подумаю, но не обещаю. Так, ну Лейла на самом деле подобрала еще несколько костюмов. Давайте посмотрим на них. Вот как тебе вот этот тентавр? Нет, я бы испугался. Мне показалось, что это... Как вообще пришло в голову родителям? Нет, ну там же видно, смотри, они вот подгреческих богов. Вот судить по мальчику и девочке. Нет, ну там колготки, в них что-то там лежит телесного цвета. Нет, ну это логика. Ребята, у вас просто без фантазии. Хорошо, давайте посмотрим. В движении это было бы совсем интересно. Давайте посмотрим следующую фотографию. На ней мы видим... А, Каркуша. Вот как тебе эта Каркуша? Это сонная лощина Федрисов, помнишь? Как из фильма? Ну, да, что-то такое. Но это здорово, что у людей фантазия такая, что если Каркуша, значит, клюв должен быть огромный. Зато есть какие-то ассоциации. А вот сейчас вот ты уже повзрослел, да? Надеюсь. Какой бы костюм на корпоратив, там, новогодний одел бы ты, там, Тарзана и Маугли не называть? Никогда бы не одел костюм Тарзана и Маугли, потому что, в принципе, это значит раздеться просто. А я не знаю, никогда не задумывался. Ну, последнее время, поскольку у меня ребенок, я изображаю Деда Мороза. А вот какой-то костюм на корпоратив, может быть, когда будет тематический, тогда, может быть, подумаю. То есть, вот, в образ Деда Мороза-то у нас вжился конкретно. Да, я вот такой Дедушка Мороз. Ничего, что там, а Юля на дворе, ну. Если что, думаю, люди могут иметь в виду, у нас есть профессиональный Дед Мороз. Вчера я сижу в машине. Ну, ты еще номер продюска, заказ Деда Мороза. Во дворе одного из домов бежит Дед Мороз, ну, он бежит в шубе, но без бороды и шапки. Звонит в дверь, ему там что-то говорят, ну, Дед Мороз такой. Ну, там, дверь открыли, а он там пару слов, потому что там лестница, лифта нет. И вот побежал. Ну, дети, надеюсь, остались довольны. А следом пробежала Снегурочка. Снегурочка на Снегурочку не похожа, она больше похожа, она похожа на тебя. Она такая же прекрасная. Но Снегурочка, она же не может быть темная, она же блондинка. А, ну да. Ну, это в моем представлении, извращенном. Это да. Ну что, друзья, теперь давайте перейдем к нашей рубрике «Афиша». Из нее вы сможете узнать, что же делать после... ...новогодних праздников. ...праздника, да. Вот что делать возле каникулы, вот непонятно. А сейчас мы это узнаем. Здравствуйте. Это программа «Культурная сафари». И я ее ведущий, светский левеночек Сергей. Сегодня мы поговорим, конечно же, о культуре. И о том, как не потратить свои выходные бездарно, лежа под елкой или под столом. Ну и 30 и 31 декабря вам будет точно не до культуры. Там ведь самое главное успеть. Просто успеть. 1 января. Это, сами понимаете, 1 января. В общем, самый короткий день в году. А вот 2 января уже стоит открыть сезон охоты. И я вам сейчас подробно расскажу, где самые рыбные места нашего города. Начнем, пожалуй, с самых маленьких. К Новому году государственный цирк Республики Бурятия готовит цирковое шоу по одноименному мультсериалу «Мадагаскар». В нашу суровую зиму лев, зебра, бегемот и жираф будут смотреться, ну, очень органично. Представления пройдут на сцене концертного зала колледжа искусств имени Чайковского. А этот зал, скажу я вам, и не такой видал. Так что ведите детей смело. Ну и если вам не нравится цирк, а музыкальное искусство вам ближе, то у вас есть прекрасная возможность посетить Байкальский рождественский фестиваль и насладиться классической музыкой. В программе заявлены артисты из Москвы и Монголии. То есть получится эдакое музыкальное Куликово поле. Пройдет фестиваль на площадках Бурятской филармонии и оперного театра. Так что если вы хотите хорошенько выспаться, рекомендую. Непосредственно с 1 января во всех кинотеатрах нашей Родины вы можете узреть масштабный, эпический, монументальный фильмец «Исход цари и боги». Он бросил вызов империи и изменил мир. Не бойтесь, фильм не про Путина. А вообще он основан по мотивам одной очень известной книги. Так что если хотите духовно обогатиться, рекомендую к просмотру. «Исход» это конечно же хорошо, но вот 5 января будет событие куда помасштабнее. Битва титанов отечественного юмора. Сойдутся на сцене в КДЦ «Рассвет». Три самые популярные команды Республики Бурятия. Команда КВН «За Байкальский вариант». Это значит, что на сцене будет много песка. Команда КВН «Байкал» это значит, что на сцене будет много воды. И «Хара Марин» молодые, талантливые ребята. Я в них верю. В общем, победит непонятно кто, а значит будет интересно. Милости просим в КДЦ «Рассвет». На этом наше сафари подходит к концу. Проводите время со мной в удовольствии. Увидимся на одном из этих крутых событий или в пробке на элеваторе. И на этом прощаемся. Смотрите ТВ.ком. И помните, светский Лев Сергей всегда патрулирует самые гламурные места нашего города. Пока! Евгений, что же вы посоветуете нашим горожанам? Как провести каникулы весело и здорово? Как создать новогоднее настроение? Ну, первого не спать. Собрались, погрузились в машину и поехали в лес. Кататься? Водить хороват. То есть ты именно так вот? А я реально так делаю. Я могу прямо фотографии потом выложить. До первого числа, несмотря во сколько я ложусь обычно в 6 утра, но мы один стандартно встаем, грузимся и едем в лес. У нас, благо, лес недалеко. То есть 1 января, вот после всего этого трэша, который происходил в 31-м? Ну, нет, я не хочу говорить, что я там старый или что-то такое, но я трэш никакого не делаю. Зачем? Более культурно. Смотрите, Левизор, Ем Оливье. Ну, вот многие жалуются, что нет новогоднего настроения. Ну, вот как многие люди говорят, ну, нет новогоднего настроения, потому что мандарины уже не помогают. Как создать его? Купить апельсинное вене. Нет, ну, да это все лукавство. На самом деле новогоднее настроение, оно же создается не только там где-то снаружи, хотя у нас снаружи в городе вообще все замечательно. Я каждый день хожу, я, между прочим, машину свою паркую там напротив главы Ленина. Там же все так красиво, вечером идешь с работы, и замечательно. Там детвора кричат, все, это все здорово. Едешь по районам города, если по городу проезжаешь, все эти наряженные елки, иллюминация. Да ладно, ну, не надо тут наговаривать, что нет новогоднего настроения. Несмотря на то, что кризис, вы посмотрите, мимо магазинов, что-то я не замечаю, что у нас кризис. Народ бегает с пакетами. Да, ну, свете всего вышесказанного, я хочу предупредить всех жителей города Лануде, если вы 1 января будете в лесу, будьте осторожны, вы вполне можете встретить танцующего. Танцующего беглорода вокруг елки где-то в глуби, на верхней березовке. Мало ли у нас лесов-то. Так что будьте бдительны. Ну, а что касается новогоднего настроения, ну, действительно, для этого достаточно проехаться в трамвае, скажем, с утреца, и сразу настроение повысится. Окунуться в суету. Ну да, хороший совет. Как мы уже и говорили, что у нашего Лануде очень много городов-побратимов, и одним из них является город Ямагата. С поздравлением именно оттуда. Меня зовут Акио Ичикава. Я занимаю пост мэра города Ямагаты. Находясь здесь, в Японии, в городе Ямагата, от имени всех жителей нашего города и себя лично поздравляю мэра, господина Александра Михайловича Голкова и всех жителей города-побратима Улан-Удэ с наступающим Новым Годом и Рождеством. От всей души желаю вам прекрасного Нового Года, который будет наполнен радостью и счастьем. Итак, это было поздравление от мэра города Ямагата, что в Японии это очередной город-побратим нашего родимого Улан-Удэ. Ну, а теперь хотелось бы задать тебе вопрос личный, можно сказать, вопрос серьезный. Кто ты у нас по знаку гороскопа? Телец. Телец. Я же спрашиваю не просто так. Дело в том, что мы в преддверии Нового Года узнали гороскоп для каждого знака зодиака на будущий год. Марина Фалилеева, потомственная гадалка. Телец. 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 Итак, это была потомственная гадалка Марина Фалилеева. Только что она рассказала, как будут чувствовать себя тельцы в будущем году. Если вы хотите узнать, что будет с вашим знаком зодиака или еще с каким-нибудь милостью, просим на наш сайт tv.com-tv.ru. Так, ну что, как тебе прогноз на будущий год? Замечательный прогноз. Я всегда настроен быть удачным, быть там чего было? Счастливым. Счастливым. Да, но только там еще было что-то там из... По поводу желтого цвета. Я даже не знаю, что и думать вообще по поводу желтого цвета. Ну, видимо, желтые ботинки тоже. Желтый автомобиль. Желтый галстук можно там. А что, с чем у нас еще желтый тест? Что такое может быть? Такси? Ты будешь много ездить в такси? Нет. Евгений, ну у вас есть сейчас замечательная возможность поздравить всю республику с Новым Годом. Ну, насчет республики, ты, конечно, погорячилась. Ну, хотя бы город Улан-Удэ. Пожалуйста. Да, я могу сказать только о том, что надо жить на позитиве. Пускай это будет... Это не розовые очки, нисколько. На позитиве я сейчас говорю про свое мироощущение. Можно слушать разную музыку, можно смотреть разные фильмы, передачи. И вообще, можно смотреть новости и думать о кризисе, например. Но все-таки выстраивать жизнь надо на хорошем настроении, прежде всего. Поэтому только на позитиве. Только хорошее настроение, какие-то хорошие позитивные мысли, они сделают свое дело, и год будет замечательным. Сразу видно, человек работал на радио. Позитивчик. Ну, а что, почему нет? Хорошее настроение, справится с кризисом. Между прочим, по поводу радиопозитивчика на радио. Я однажды, когда начинал свою работу на радио Европы, здесь в Лан-Удэ, был такой случай, когда я вел вечерний плейбокс, и там установили новую программу. И там что-то не получалось. Она, в общем, тяжело шла, и очень сложная была для диджея, для понимания, для всего. И тут звонки раздаются с поздравлениями, приветами, как всегда. Телефон раскаляется, и я звоню своему коллеге и говорю, что что за нехорошая программа, не подбирая выражений. Зачем ее установили, опять же, если говорить нормально. И потом раздается звонок, говорит, что я такой нервный, хватаю телефон, мол, что кто-то меня отвлекает, я тут важный звонок у меня. Я по телефону просто разговаривал. Он говорит, извините, у вас микрофон включен. А я там и директора приплел туда же, пускай, типа, это его была инициатива. Ну что ж, на этом радиокарьера Евгения закончилась. Пошла вверх. Ну что же, на такой вот позитивной ноте мы прощаемся с Евгением. Хочется сказать вам огромное спасибо, что уделили нам время и пришли к нам в гости. Вообще слух режет вам, нам. Я привык работать на радио, там везде тыкают. Поэтому давай на ты. Хорошо. Когда я приду в следующий раз, ты не будешь только пикать. Да, теперь буду говорить только на ты. Да, кажется, программа выходит уже из-под моего контроля. Так, Борис, ты можешь. Ну вообще, друзья, если вы слышали Евгения Каца, но не видели, вот, пожалуйста, вот он такой. Вот чей-то голос. Пока-пока. Ну что же, добавил тебе позитивчика Евгений. Радийный же человек. Да, на самом деле, очень позитивный и такой интересный мужчина. Ну смотри, готовить умеет. Между прочим, еще и в костюмах интересных раньше ходил в детстве. Такая мечта современной женщины. Да. Ну что ж, друзья, сразу после новостей смотрите вторую часть нашей программы, где Лейла Мехтиева сядет вот на шпагат прямо в этом костюме. А Борис Ангархаев будет танцевать в костюме Тарзана. Этого не было в сценарии.